Дорогие слушатели! Хочу поговорить о поправках Конституции с точки зрения математики. Собственно, речь пойдет о ровно одной поправке. Я хочу разобрать с точки зрения логики и принципов математического мышления. А поправка будет следующая. Одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков. Так гласит Конституция. Но теперь будет еще добавлено, что положение части 3 статьи 81 Конституции Российской Федерации, ограничивающее число сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента Российской Федерации, применяется к лицу, занимавшему и или занимающему должность президента Российской Федерации, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало и или занимает эту должность на момент вступления в силу поправки Конституции Российской Федерации. носящий соответствующие ограничения, и не исключает для него возможность занимать должность президента Российской Федерации в течение сроков, допустимых указанным положениям. Меня многие спрашивают, что все-таки это означает, потому что понять это не математик в принципе не способен, этот текст. Давайте я поясню. Означает это буквально следующее, что, как и раньше, после принятия Конституции будет два срока ограничивать любого президента, включая и действующего сейчас, но для него предыдущие сроки не засчитываются. Тут просто явно написано, без учета числа сроков, в течение которых оно занимало, это лицо занимало или занимает должность на момент вступления в силу поправки. То есть происходит физически обнуление, тут нет математического противоречия, я вначале вообще воспринимал этот текст, что это математическое противоречие одно другому. Нет, его нет. Просто любое лицо может занимать должность президента два срока, и вся история вот этого начинается ровно с момента принятия Конституции. Все, что было до этого, не в счет. Кто бы ни был там, Медведев может еще два раза быть президентом, Ельцин, если бы был жил, еще мог бы быть два раза президентом, и в том числе Владимир Владимирович Путин тоже может еще два раза после этого срока быть президентом. Вот, так что эта Конституция ограничивает срок правления действующего президента Путина теоретически 2036 годом. Вот, собственно, и все. Ну, а дальше, так сказать, там еще есть ряд поправок, которые с юридической точки зрения интересны, но с математической мне сказать нечего.